Аллея школьников. Именно так жители называют пешеходную дорожку от улицы Ташкентской до 47-й школы и 1-й гимназии. Официально она не считается общественной зоной, и ее нет даже на картах. Совет микрорайона решил привести аллею в порядок. Жители вместе с администрацией района разработали дизайн-проект, который вдохнет в нее новую жизнь. И мы, конечно, на этой аллее с удовольствием бы гуляли и с детьми, и с колясочками. Да ну и мы сами пенсионеры. Все жители желают, хотят, чтобы облагородили, чтобы все было у нас, где погулять. А вот дубовый колок у 235-го дома по Старе-Загоре уже давно благоустроен жителями. Актив микрорайона здесь каждую неделю проводит праздники, спортивные соревнования и концерты. Но жителям хочется сделать свое любимое место отдыха еще лучше. В проекте они указали, что надо отремонтировать дорожки, очистить озеро и добавить освещение. Мы хотим, чтобы действительно не только на бумаге, а чтобы нам это сделали. Концепция у нас великолепная. Все ее одобрили, все. Здесь подробно описано, что мы хотим. Мы не просим много, нет. Но, как вы видите, вот жители неравнодушны. Повлиять на внешний облик любимого места в городе может каждый самарец. Для этого необходимо вместе с активом микрорайона разработать проект благоустройства территории и подать заявку на участие в федеральной программе формирования комфортной городской среды до 10 февраля. В районный пункт приема предложений или на сайте городсреда63.ру. Они готовы приносить не только просто заявки на благоустройство, но и проекты практически готовые. То есть в виде каких-то схем, картинок, фотографий, заявлений мы им немножко помогаем это все переработать, оформить. И в таком виде предложений мы направляем уже в департамент для дальнейшего использования в работе. Сейчас от жителей уже поступило более 3,5 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств. А 18 марта жители голосованием выберут те улицы, скверы и парки, которые будут улучшать в первую очередь. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин.